Кто сказал, что зал это тягать железом? Никто. Вообще никто. Я это делаю только зимой, 8 недель. И этого достаточно, чтобы нарастить мышцы в определенных зонах. За 8 недель можно нарастить приличное количество мяса, но только если вы начинающий или вернувшийся к тренировкам после длительного отдыха от них. Все остальное время у меня функциональные тренировки. Функциональные тренировки. А что это значит? У этого понятия нет четкого определения. Для многих людей жим над головой будет очень функционален. Приседания тоже, становая тяга тоже будет очень функциональна для многих людей. И это к тому, что под понятие функциональная тренировка можно подтянуть вообще все что угодно. Тело отлично высушивается в тонусе, а мозг отдыхает от силовых тренировок. Давайте остановимся на высушивании тела и тонусе. Во-первых, высушивается тело от дефицита энергии или калорий. То есть жир горит, когда у нас есть дефицит энергии. Ну а тонус это сочетание объемных развитых мышц и низкого процента жира. Как развить мышцы в объеме? Ничего эффективнее силовых тренировок не существует. А как снизить процент подкожного жира? Только что сказал. Тем более весной у нас другая задача – подсушиться. Поэтому рост мышц невозможен. Если у вас много жира на теле и небольшой стаж тренировок, вы вполне и успешно можете одновременно зажигать жир и растить мышцы. Давайте будем не только в хорошей физической форме, но и психологической. Давайте, согласен. Так как круглый год силовых тренировок приводит к тотальной усталости. А летом нужно отдыхать. Если у вас накопилось утомление от силовых тренировок, никто не мешает вам значительно сократить объем и интенсивность тренировок на пару недель. Мышцы не потеряете за это время.